Здравствуйте. В этом видео я покажу изготовление винтика для крепления видеокамеры. Дело в том, что резьба в гнездах кино, фото и видеоаппаратуры дюймовая, 1,4 дюйма, 20 ниток на дюйм. Это ответная крепёжная резьба для такого гнезда. Такую дюймовую плашку я никогда не встречал, не видел. И мой станок не может нарезать дюймовые резьбы, так как нет набора шестерёнок для нарезания дюймовых резьб. 20 ниток на дюйм – это шаг 1,27. А у метрических резьб есть шаг 1,25. Разница 2 сотки. Но и таких плашек нет, типа резьбы М6 на 1,25. Поэтому буду нарезать резьбу шагом 1,25 резцом. А разницей шагов 2 сотки пренебрегаю, так как рабочих витков всего 3 и ошибка набежит 6 соток. К тому же эта резьба не силовая. Винтик буду делать из латуни. Предварительно всё обработал. Наружный диаметр под резьбу 6,35. Это и есть 1,4 дюйма. Сейчас буду нарезать резьбу шагом 1,25. Резьбовой резец с углом превышения 55 градусов. Резьба готова. Примеряю по фотоаппарату. Теперь винтик надо будет отрезать. Отрезаю. Но отрезать окончательно не буду. Напильником сделаю две лыски. Так как на отрезанном винтике делать лыски сложнее, а так удобнее. Лыски готовы. Отрезаю. Звучит музыка. Звучит музыка. Винтик готов, надо сторцевать головку винтика. У кулачков нет расточки для крепления тонких деталей. За резьбу нельзя, замнётся резьба. Поэтому намотал на резьбу проволоку и закрепляю в патроне. Старцовоё. Всё, винтик готов. Вот так просто можно выйти из положения, заменив резьбу 20 ниток на дюйм на резьбу с шагом 1,25. Ошибка 2 сотки на один виток резьбы. Может быть, кому-то пригодится. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал. Продолжение следует...